4 авеню вышел я на 45 стрит мне по факту нужно выйти до 53 но пробел между пробел между 45 и 53 очень большой и остановки то есть тайм-рэнч очень большой нужно выходить то покажем местный колорит здесь кстати почище допустим чем в части где у нас atlantic avenue там уже начинается такой легкий пиздец здесь в принципе еще так чистенько так щас мы прицелимся это 51 стрит уже прошло так я где-то недалеко сегодня у нас какое сегодня у нас 27 октября солнышко палит не по-детски вот так же ветер с океанчика подувает поэтому особо не расслабишься блин иду запаренный во всех смыслах метро запутался кстати кстати кому надо если с atlantic avenue ехать поезд r только r до bay bridge самый лучший вариант быстро максимально максимально быстро короче с atlantic terminal нужно выкарабкиваться на третий этаж по метро и садиться на р блин я пока нашел чуть не помер ну тут так райончик идешь центральная улица относительно спокойно туда если нырять не знаю непонятно как-то там сегодня здесь пусто кстати вот зацените ширину ширину дороги к слову ну так как я с украины просто как бы скажу что вот дорога очень узкая часть здесь паблик паркинг это 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 как бы ну ли не реально узкие то есть вот дорожка велосипедистов вот диагональная пошла там тачки паркуются дальше все нереально нереально просто здесь не зря говорят что в нью-йорке особенные свои правила в плане вождения это как бы нужно еще умеет делать никто не любит ну нет таких людей которые любят по нью-йорку ездить ну наверно те кто тут родился да в целом я вообще как бы против ничего не имею вот к слову переходные такие коридорчики закрыты замками решетки в принципе как бы это ни о чем хорошем не говорит вот везде зарешечено ну не везде но есть решетки типичная прачка чем мне не нравится отсутствие стройной машинки то что сидишь вот так ждешь пока она постирается и просираешь свое время это реально жестко нужно конечно заняться работой если работа у тебя удаленная но в целом это жесть вот два на река только что прошли агрятся друг на друга ну такое в общем в основном тут где я хожу сейчас в основном испанцы я в целом сам выгляжу как испанец но не суть хотя для некоторых суть так сегодня просто пробный ролик если такое если такие прогулки будут заходить на канал я буду их часто делать не боясь даже получить пиздюлей некоторые люди вообще жестко реагируют не любят чтоб их снимали только дай понять что ты кого-то снимаешь начинается пиздец а вот поскольку начинают говорить что вот ты типа снимаешь меня без спросу плати мне бабки за это и все такое китайская церковь я думаю видно да так и вот мы ходили гуляли и нам вот такой вот попался митсубиши эклипс вот ручная коробка gtv6 не сильно на стиле я имею ввиду как джип сделано в целом ладно вот так вот я хожу по дорожке лучше не шляться в целом если меня собьет велосипедист или бегущий человек здесь он будет скорее всего прав и и нечего мне даже будет рот открывать на него во всему есть свое место вот наверное я уже не первый блогер кто упоминал о том что сумасшедшие бездомные и наркоманы очень здесь показаны на улице то есть их никуда не прячут они сами по себе существуют им помогает правительство но они живут сами в целом и вот я только что видел двух таких товарищей и все ими никто заниматься не будет в случае чего в случае какой-то жалобы ну максимум что их предупредят наркотиков надают и скажут мое дружище больше так не делай вот прикольная часть если вот так недалеко снимать хату что иметь дворик ну к слову о зажопских захолупских таких частях вот чисто задний дворик бабы клавы если кто думал что в Америке такого нет есть но в целом если к такой части приложить руки то вот тебе тут и кофе попить и шашлыки поделать ну на мангале соответственно тут же ж нельзя костер разжигать рожок костер получил пристулей все в мангале пожалуйста так что там у нас дальше по плану дальше дальше парикмахерская я так чисто иду пальцем в небо сегодня снимаю зайдет не зайдет что рассказывать особо тоже непонятно но думаю уже в будущем по комментариям станет понятней что именно интересно людям вот кстати домики в стиле как в Сан-Франциско они могут быть по-разному это может быть один дом снятый одной семьей может тремя семьями быть снят может быть двумя то есть у кого-то двухэтажная квартира у кого-то один этаж ну вот так но это старый тип двухэтажных хат есть а вот это уже поновее домик то есть здесь как бы легкую третий четвертый этаж это может быть чья-то одна квартира и это в принципе здесь вполне адекватно воспринимается то есть каждую школу